Привет, это Скраб Механик, и мы продолжаем, продолжаем мое горе фермерства. Ты посмотри, что стало с моей некрушимой стенкой, каменной стенкой, ее просто разворотили, вандалы, вот эти вот роботы. Я сюда прибежал и смотрю, как ломают мою ферму, и опять я ничего не успел сделать. Щетчика, как и в прошлый раз, не было. Удивительно, как такое возможно, вот сейчас он есть, а бывает, что его нет. И это капец, как сбивать с толку. Ну, короче, сейчас не об этом, сейчас о том, что мы будем все-таки переезжать. В общем, я немножечко переделал свой трактор, как ты можешь видеть, у меня теперь по бокам висят контейнеры. Это для центра тяжести. Заднюю часть я освободил вот для этого. В комментариях писали, что вот эту штуку, если я поставлю на свою тачку, она будет автоматически собирать с земли все ресурсы, которые я добуду. Что ж, попробуем ее сюда воткнуть и сегодня протестировать. Да, тачка стала выше, мне теперь без лесенки тут не обойтись, капец. Значит, надо вначале этот сундук придумать, куда бы убрать. Давай сделаем этот сундук бардачком, что ли. Пусть он будет вот здесь. И смотри, как тачку покоробило. Надо немножечко тут амортизаторы приподнять. А, они тут вообще на максимуме. Значит, вот эти придется опустить. Во, и теперь тачка сбалансирована. Отлично. Что делаем вот с этой штукой? Ее нужно положить как-нибудь. Вот такенным образом. Во, вроде нормас. А вот этого разборщика, очистителя мы поставим рядом с нашим въездом. Вот здесь он будет стоять. Теперь нужно решить вопрос насчет прицепа. Прицеп будет у меня простой. Делаем с задней части днища импровизированный фаркоп. Вот, надо поднять тачку. Оп. Что-то типа такого. Опускаем, смотрим. Угу. Все более-менее. Ставим сюда подшипник. Сверху деревяшечку. И теперь от этой деревяшечки строим прицеп. Немножечко отличемся от прицепа. Пришло время соврать урожай. В итоге у меня получается, что черники нам осталось совсем чуть-чуть. Восемь штучек. И апельсинок две штучки. И все. Можно будет ехать и покупать бульбострел. Возвращаемся к нашему прицепу. Прицеп будет у меня простенький. На двух колесах. Колеса у нас уже есть, имеются. Мы их и оставляем. Вот они. Вот такие шикарнейшие. Можно, конечно, сделать спарку, но я не знаю. Ну вот, собственно, прицеп готов. Пришло время его протестировать. Надеюсь, он будет поворачивать за счет подшипника. Если это не произойдет, то это просто катастрофа. Ну-ка. Да! Отлично он поворачивает так, как надо, но... Я думаю, что его нужно немножечко подальше сделать от машины. Да. Слишком короткий фаркоп. Нужно его удлинить. Значит, при помощи нашего сварочного аппарата мы попробуем это все дело... Как-то разъединить можно? Можно это разъединить, пожалуйста? Ага. А если вот так вот сделаем? О! Короче, сварочный аппарат что-то меня как-то не очень устраивает. Давай прицеп сами попробуем оттащить. На подъемнике. Значит, удлиняем фаркопчик. Ну, давай теперь попробуем прицеп наш прицепить. Как-то... Прицеп не хочет крепиться так, как я его прошу. Во! Все, сварили. Есть контакт. Опускаем. Ну-ка, ню-ка, ню-ка. Проверяем. О, отлично, отлично. Ну, прицеп-то едет, но... Если я, например, буду сдавать задом, смотри, что с прицепом произойдет. Хе-хе, он поднимется. Это не очень хорошо. Я думаю, что нам нужно немножечко еще поднять колесную базу. В общем, поднял еще он один блок. Думаю, что этого будет достаточно. Можно переезжать. Но сперва-сперва нам нужно сделать еще двух ботов. Это повар и... Во! Бот-закройщик еще нам остался. То есть два бота вот этих. И тогда мы сможем отсюда спокойненько сваливать. Уже вечереет. 19.27 по местному времени. Поехали к нашему огороду, посмотрим, поспели ли у нас там фрукты. Походу еще не поспели. Через 4 часа набег роботов будет. Но я думаю, что мы успеем. У-у-у-у! Все, черника готова. Апельсинки тоже. Давай теперь посмотрим. Значит, по чернике все. Даже три лишних осталось. По апельсинам тоже. Можно теперь ехать, отдавать все это деду. И заодно по пути попробовать раздробить камень. И посмотреть, может ли сборщик это собрать. Как нам повезло. Здесь камни. Здесь у нас приемник овощей. Просто шикарно. Кстати, насчет приемника овощей. Здесь принимают именно овощи. Не фрукты. Нам нужно будет искать другой пункт приема. Что ж, давай посмотрим, как будет работать наш сборщик. Но сперва, сперва нам нужно убрать вот эту штуку. Она будет мешаться. Все, все готово. Погнали. Итак, перед нами куча материалов, которые нужно собрать. Посмотрим, соберет ли наш сборщик. Я проезжаю и как бы... Ну, ты нафиг, да? Говорит, мне сборщик. Здесь я поставлю его на прицеп. То есть он опустится пониже к земле. И может, это поможет? Вот так вот. Давай проедем еще раз. Ну-ка, надеюсь, это получится. Что-то нифига он не собирает, слушай. Опа, здорово. Может, ты мне поможешь? Будешь закидывать в мой сборщик ресурсики. Давай знаешь, что мы сделаем? Мы сделаем вот так вот. Прямо поставим сборщик здесь. О! Видал? Так он собрал сразу все. Что если я поставлю его вот так вот? Вот тут вот у нас камень лежит. Давай проедем и мы на него посмотрим. Соберется он или нет. О, собрался! Отлично! Ну ладно, значит будет сборщик на прицепе у меня. Тусить? Думаю, ничего страшного. Тест номер два. Смотри, вон, куча снова ресурсов валяется. Поехали. Сейчас попробуем собрать это все дело. Блин. На камень заехал. Но не беда. Для нас это не преграда. Смотрим на сборщик. Да, он собирает отлично. То, что нужно. Это просто гениально. Великолепно. Вот и сборщик заполнился. Нужно ехать к очистителю. Знаешь, что я не учел? Стабилизацию своего прицепа. Вот я еду прямо, посмотри на прицеп. Он просто его шмантыляет в разные стороны. И меня, соответственно, вместе с ним кидает. Ух, как жестко. Это все происходит из-за того, что у нас на конце прицепа висит сборщик. Подъезжаем к нашему разборщику аккуратненько. Ну-ка. Будет ли он цеплять, нет? Не, не хочет. Попробуем сдать задом. Грамотно. Ну-ка, 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 ну-ка. Давай, цепляй. Прям в морду ему тычу, а ему вообще пофиг. Странно. Очень странно. Ладно, сниму. Да поставлю рядышком. Че, мне не сложно. О, пошел распил. Ну, а пока у нас тут все перерабатывается, мы отцепляем наш прицеп и едем на поиски фруктовой базы. О, ты посмотри. Золотой хлам. Там по-любому должна быть одежка. Или что-нибудь очень интересное. Ну вот, какая-то фигня выпала. Нашел еще одну фасовочную базу. Надеюсь, здесь у нас фрукты. Заезжаем, смотрим. И да! Здесь есть апельсин, ананас, бананы и черника. Кстати, знаешь, о чем я сейчас подумал? О том, что зря я отцепил прицеп. У меня сейчас будет три коробки черники и три коробки апельсинов. Куда это все размещать? Кто ж их знает? Бедный мой трактор. Значит, сперва выгружаем чернику. Кстати, пока мы выгружаем, в комментариях мне писали, что... Почему я называю свеклу редиской? И только сейчас я прочитал, что это действительно свекла. Я думал, это просто гигантская редиска. Но она же похожа на редиску. Так, у нас три коробки черники. Отлично. Теперь пошел черед апельсин. Ну вот они, наши коробочки. Давай попробуем это все компактненько разместить. Придется включать 4 ВД. Дело в том, что у меня сейчас два только ведущих колеса. Это передние. Вот и фаркопчик пригодился. Ну вот и загрузились. Слабненько. Посмотрим, как поедет тачка. Она едет капец каким трудом. Да. 4 ВД придется подключать. Где там наш подключаемый привод? Теперь все должно быть полегче. Погнали. Ух! С ветерком! Еду в Геленджик. Торговать своими фруктами. Черника, апельсин. Вообще свежачок. Чудачок, покупай. Будешь огурцом. Не важно, что купил фрукты, будешь все равно огурцом. То есть овощем. Хо-хо-хо-хо-хо. Дедуля, здорово. Ты посмотри, что я тебе привез. Готовь бульбоствол. Фух, наконец-то. Это свершилось. Сейчас у меня будет оружие. Огнестрельное. Не важно, что оно будет стрелять картошкой. Главное, что я теперь смогу на дистанции побеждать роботу. Все, этот голодный насос засосал все мои фрукты. Пойдем-ка обмениваться с дедулей. Дедуль, добрый вечер. Отпирайся. Здорово. Короче, бульбострел мне нужен. Все у меня здесь есть. Обмениваемся. Спасибо тебе, дедушка. Вот он мой красивый бульбострел. Ох ты ж, блин. Картошки, правда, с собой нету. Жалко, чтобы опробовать его прямо здесь, на этом дедуле. Но ничего. Вернемся домой, постреляем по баночкам. Мычим домой за снарядами. Ого, смотри. Смотри, у него тут над прудом светлячки летают. Красиво-то как. А у меня такого нету. Блин, насчет снарядов, насчет картошечки. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. У меня же она есть с собой. Подожди, кого я обманываю. Она где-то у меня лежала. Вот она. Все у меня есть. Давай-ка попробуем зарядиться. И пострелять. Хотя, не, в холостую я стрелять не буду. Хотел пострелять светлячков, но шо это за дела? Поехали до роботов. Тут как раз вон ферма. Роботы там гоняют коров. И сейчас мы их накажем за это. Я коровий защитник. Ты посмотри, вон бодаются они тут. Иди сюда. Попаду, не попаду? На тебе, пукан, мимо. Получай. Сколько выстрелов-то надо? Четыре выстрела я ему нанес. Коровка, беги. Опа. Давай в голову попробуем его. Четыре выстрела. Нужно для того, чтобы уничтожить робота. Но может быть, если точно стрелять, достаточно три снаряда. Знаешь, про что я забыл? Про прицел. Мощный прицел. Надо найти еще одного робота. И пострелять с прицелом. Может быть, это что-нибудь изменит. А может, нифига не изменит. Роботы на ферме. Ну где же вы? Все убежали, как мыши. Узнав о том, что у меня появился бульбострел. Знаешь, что не хватает? Как в GTA-шечке. Достать свой ствол и стрелять из окна. Правда, у меня окон еще нет в тачке. Но все равно. Вижу несколько целей. Вылазим с тачки. Достаем нашу пукалку. Надеюсь, снарядов у меня хватит. Сколько у меня там? 38 снарядов. Отлично. Прицеливаемся. И стреляем. Прямо в бошку. Есть попадание. Три снаряда для вот этого робота. Это неплохо. Там вон еще один стоит. Блин, с прицелом вообще огонь стрелять. Мне нравится эта пушка. Во-во-во-во-во, фермер. Фермер, отлично. Отлично, пупсик. Давай, готовь свою головешечку. Нет. Даже с прицелом, попадая по голове фермеру, приходится тратить 4 картошины. В общем, чем больше робот, тем больше снарядов на него нужно. Это логично. А башкинь куда улетела? Я бы ее собрал. А, вот она упала. На ферму пойдет. О, ты посмотри. У нас тут еще только перерабатывается все. А что так медленно? Я не понял. 50 камней только. А где... Вот ты металл перерабатываешь. А куда ты его деваешь? Блинский. Капец, катастрофа. Катастрофная. У меня здесь было несколько металлических балок. И он, короче, все это переработал в камень. В пыль. А, не-не-не-не, все нормально. Он вначале переработал металл. Вот он. Вот они, эти кубики 80 штук. А потом начал делать камень. Поэтому так долго. Фух, слава богу. Я чуть не пересрался. Ну что, настало время доделывать ботов и валить отсюда. О-о-о, голодуха, голодуха. Надо пожрать. Спокойненько, не кипишуем. Значит, смотрим, что нам нужно для того, чтобы сделать бот-повара. 50 металлических вот таких кубов. И набор компонентов. Что ж, берем материал. Берем воду. И пошли делать этот металл. Все, 50 блоков у нас готово. Пойду посмотрю, нет ли у меня еще компонентов лишних. А их, к сожалению, у меня нету. Придется долбить роботов. Но это даже в радость. Теперь-то у меня есть бульбострел. Единственное, что мне придется взращивать еще картошку. Помимо остальных овощей и фруктов. Ну что, роботы, кто на папку? Со стволом-то я смелый. Опа, есть контакт. Готов. Где еще один? Выбегает. Сейчас встретим его. Что, застрял, что ли? Получай. Две картошки просто... Да как так-то? Две картошки улетели мимо. А вот и компонентики подъехали. У меня тут проблемки небольшие. Дело в том, что у меня осталось 12 картошин. И надо стрелять очень метко. Черт, черт, черт. Есть! После такой бурной схватки у меня осталось... Ноль снарядов. Блин, я еще упал. Капец. Придется браться за старое. За молот. О, да, смотри сколько металла. Но, к сожалению, компонентов нам недостаточно. Еще два компонентика. Думаю, что эти два компонента мы уже соберем с тобой в следующий раз. А на сегодня пора закругляться. Если тебе понравилось, то не забывай ставить лайки под этим видео. И подписывайся, если ты еще не подписан. А я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok